И о спорте. Хищник, Человек-паук, сказочные герои и все на велосипедах. В четвертый раз парад «Велосевер» заставил замереть автолюбителей. Проехали по улицам и проспектам, невзирая на знаки и светофоры. Более 800 любителей двухколесного транспорта. Прошлогодний Северодинский велопарад стал рекордным по количеству участников. Массово покрутить педали тогда приехали более тысячи человек. Четвертый «Велосевер» по данным ГИБДД поддержали 800 горожан. Перед стартом дети согревались зажигательными танцами, а те, кто постарше, оттачивали навыки езды на интерактивной площадке. Насколько хорошо работает человек и велосипед. И стараются улучшить свои результаты по сравнению с предыдущими заездами. Культура низкая, по пешеходникам пролетают. Не то, что не слезают, даже не сбавляя скорость. Некоторые велосипедисты обращали на себя внимание, но не яркими костюмами, а хаотичным передвижением в колонне. Такие персонажи, наверное, и не знают, что парад создавался для развития велосипедной инфраструктуры, поддержания здорового образа жизни и привлечения внимания к безопасности на дорогах. Не был бы ты невежий, не ходил бы с мордой медвежий. Фразы из сказки Морозка не про эту семью, хотя образы именно из кино Александра Роу. В самом первом велопараде мы, наверное, единственные были в костюмах. И поэтому первое место было у нас. А потом уже, наверное, глядя на нас, уже и стали в костюмах все. Вы часто вообще на велосипедах ездите? Всю зиму, всю литую, осень и весну. Все время, начиная. Вот внук у меня с годика не слезает с велосипеда. Ну-ка, внук, рассказывай, зачем тебе нужен велосипед и как часто ты на нем ездишь? Ну, я езжу почти каждый день. И, ну, на занятия, там, да, в школу, может, иногда. И это удобно, и мне нравится. Стоит ли изобретать велосипед? В данном случае стоит. 58 тысяч рублей от неравнодушных друзей. И организатор велопарада Кирилл Гурев создал новую городскую скульптуру. Кованный вручную байк отныне красуется в Приморском парке. Довольство, вот, потому что опять не слушают люди, гонят вперед. Но, в принципе, я рад, что людей все больше становится. Ну, и, опять же, этот велопарад проводили, потому что он юбилейный, ну, в области велодвижения 5 лет. В том числе, возможно, к этому приурочен памятник. Ну, и из-за памятника тоже, как бы, все одно на другое связывается. За 5 лет в городе Корабелов появились только велопарковки. Велодорожек и прочей инфраструктуры нет. Нет. Хочется надеяться, что рано или поздно на улицах Северодвинска машины, пешеходы и велосипедисты не будут мешать друг другу. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.